Полицейские собаки известны тем, что они чрезвычайно хорошо обучены. Ни для кого не секрет, что собачьи чувства невероятно развиты. Их способности к слуху, обонянию и зрению не имеют себе равных. Тем не менее, полицейские собаки обучены улучшать эти естественные инстинкты, чтобы помочь бороться с неправильными вещами. Эта тренировка не просто проходит, когда вы выходите на пенсию и становитесь бывшей полицейской собакой, особенно в этом случае. После того, как он залаял на дерево и привлек всеобщее внимание, было обнаружено нечто совершенно неожиданное и все это благодаря превосходным инстинктам этой собаки. Смиты были владельцами бывшей полицейской собаки, и они считали, что достаточно хорошо знают свою собаку. Однако они не видели, чтобы его собака делала что-то подобное, когда он заметил, что он опустил нос к земле, а его уши напряглись. Джон почувствовал необходимость понять, почему его собака была сосредоточена на дереве. Однако он никак не ожидал, что это станет таким тяжелым испытанием. Тем не менее, то, что он увидел на дереве, заставило его сердце учащенно забиться. Он не мог поверить в то, на что только что наткнулся. Вскоре Джон понял, что что-то было не так. Собака вела себя крайне странно и нервно обнюхивала все вокруг. Прошло много лет с тех пор, как он был служебной собакой, но что-то пробудило его чувства. То, что произошло дальше, было действительно необычным. Прежде чем найти дом в семье Смитов, Кайл побывал в двух разных домах. Он продержался недолго, потому что все еще был полицейской собакой, и нуждался в продолжении борьбы с преступностью. Однако, похоже, Кайл все еще не закончил свою детективную работу. Бегать безудержно по лесу и гоняться за разными видами животных – мечта любой собаки. Кайлу особенно нравились эти времена. Однако, находясь в лесу, Кайл обнаружил нечто совершенно неожиданное. Никто и представить себе не мог, что Кайл столкнется с такой вещью. Как обычно, семья начала свой день с прогулки, и Кайл сопровождал их. Они пошли по обычной тропе, как делали всегда, когда Кайл требовал, чтобы они шли по новому маршруту. Собака начала вести себя очень странно. По всеобщему наблюдению, Кайл хорошо адаптировался к новой обстановке, и ему особенно нравились утренние прогулки со всей семьей. Тем не менее, это было похоже на то, как будто сработал выключатель, и было что-то совершенно другое в том, как… Однако действия Кайла на прогулки не были первыми признаками ненормального поведения собаки. Он начал вести себя странно и притих. Тем не менее, это не мешало ему вилять хвостом и радоваться, когда они гуляли, пока он не наткнулся на что-то невероятное. После того, как он заметил что-то странное в лесу, его старые привычки начали действовать. Он пошел по тропе, которая была знакома только ему, хотя семья пыталась вернуть его на тропу. Было слишком поздно, потому что он уже зациклился на одном конкретном запахе. Для собаки нет ничего необычного в том, чтобы принюхиваться на прогулках. Для Кайла было обычным делом замечать все виды дикой природы, пока они шли по их следу. Он даже находил старую одежду во время регулярных прогулок, но ничего подобного раньше не было. Аромат, который он заметил в это особенное утро, заставил его нервничать. Семья осторожно последовала за ним сзади. То, что обнаружил Кайл, было серьезным, потому что это немедленно вернуло его к прежним временам службы. Семья считала, что поведение Кайла было странным. Они подумали, что что-то может прятаться наверху, в деревьях или кустах. Что бы Кайл не делал, он не мог уловить то самое, что насмехалось над ним. Тем не менее, семья ничего не смогла обнаружить. Кайл заметил кое-что, что некоторое время оставалось незамеченным. Вся семья не была уверена в том, с чем они имеют дело, и это начало вызывать у них беспокойство. Судя по тому, как отреагировал Кайл, это было что-то серьезное. Семья Смитов позвонила Кайлу, но это было бесполезно. Когда они посмотрели, Кайл застыл и лежал. Они не знали, что делать, поэтому семья позвонила бывшему партнеру Кайла. Джон попытался объяснить, что Кайл был обучен улавливать определенные запахи, которые представляли угрозу. Кайл был обучен действовать соответственно в таких ситуациях. Офицер Джон посоветовал мистеру Смиту осмотреть дерево, но он должен был сделать это осторожно, потому что это могло быть опасно. Он думал, что там могут быть наркотики, но все оказалось еще хуже. Осмотрев дерево, мистер Смит заметил, что кора на дереве была рыхлой. Кайлу не потребовалось много времени, чтобы начать лаять. Мужчина решил отодрать рыхлую кору, когда заметил углубление внутри дерева. Кайл автоматически насторожился, когда заметил, что они не имеют дела с наркотиками. Собака с нетерпением ждала его дальнейших распоряжений. И мистер Смит, и Кайл не знали о том, что происходило дальше. Пара не могла немедленно покинуть этот район. Мистер Смит немедленно достал свой телефон и позвонил Джону, чтобы сообщить о том, что он нашел. Он в точности объяснил, что нашла собака. Офицер быстро пришел в глубокое беспокойство. Он быстро вызвал экспертов-криминалистов и прибыл на место происшествия в дом Смитов. Было ясно, что семья Смит никогда не сталкивалась с чем-то подобным и что это было что-то серьезное. Кайл нашел что-то потенциально опасное и семья не могла в это поверить. Джон не внес ясности во время телефонного разговора, что был еще более тревожным. Кайл ведет команду к человеческому скелету, который был спрятан внутри дерева. Этот скелет был так хорошо спрятан, что команде пришлось аккуратно срубить дерево, чтобы увидеть, с чем они имеют дело. То, что обнаружил Кайл, было невероятно. Офицер Джон быстро понял, что он был не в себе, когда понял новую информацию, которая всплывала на поверхность. Он был готов сообщить своему начальнику полиции о дополнительном подкреплении, но что-то помешало ему позвонить в свой отдел. Криминалисты, приехавшие с офицером Джоном, помешали ему позвонить, когда привлекли к чему-то его внимание. Они распаковали инструменты в попытке выяснить, откуда взялся скелет, и начали его осматривать. Вообще говоря, судебно-медицинским следователям обычно требуется не менее одной недели, чтобы определить, кому принадлежат останки и как они в конечном итоге стали останками. Эти следователи помешали офицеру позвонить, потому что они обнаружили нечто, что практически закрыло дело. Команда осмотрела скелет человека в натуральную величину. Однако это была подделка. Команда пришла к выводу, что кто-то, должно быть, подбросил его туда в шутку на Хэллоуин и забыл об этом. Все засмеялись с облегчением, но все еще оставалось непонятным, почему собака предупредила их о такой ситуации. Все были сбиты с толку тем, почему Кайл сделал бы такое большое дело из фальшивого скелета, если бы он был обучен различать запах между угрожающими и неопасными объектами. Осознание наконец пришло, когда они поняли, что Кайл знал, что его действия полиции вернут Джона к нему. После приезда Джона стало ясно, что Кайл слишком сильно скучает по своему бывшему партнеру. Казалось, что собака организовала это событие, чтобы привлечь внимание Джона и нанести ему визит. Все начинало обретать смысл, и это было душераздирающе. Из своих многолетних тренировок и работы с офицером Джоном Кайл знал, что единственный способ привлечь его полное внимание – это сделать это делом полиции. Было очевидно, что Кайл был рад, что Джон рядом с ним. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok